По сравнению с показателями 2021 года в республике в 2022 увеличился рост аварийности. Было зарегистрировано 1441 дорожно-транспортных случаев, вследствие чего 320 погибших граждан и 2012 раненых. Отметим, что основными видами ДТП стали столкновения транспортных средств, наезды на пешеходах и опрокидывание транспортного средства. В числе основных два вида дорожно-транспортных происшествий – это столкновения транспортных средств, удельный вес 50%, то есть ровно половина, в результате которых погибло 163 человека, и наезды на пешеходов, 24%, в которых погибло 64 человека. За 2022 год больше всего наездов зафиксировано на федеральных автодорогах Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасаюрта, Каспийска, Избербаша, Буйнакска и многих других. Стоит подчеркнуть, что за последний год наблюдается негативный рост погибших детей до 16 лет. Их число достигло около 20 лет. А также немаловажным является то, что к этому числу впервые присоединились погибшие дети в результате наездов на пешеходной дороге. В ходе пресс-конференции представители ГИБДД озвучили о запуске нового приложения Госуслуги авто, которое поможет снизить рост правонарушений. Единственным его недостатком является то, что помимо электронного водительского удостоверения, которое автоматически подтягивается в приложении по вашим персональным данным, если вы зарегистрированы на госуслугах, у вас появляется ваше водительское удостоверение, что интересно, если вы хотите еще использовать свидетельство о транспортном средстве, то оно может оказаться в вашем приложении только если принадлежит вам. Кроме того, в Дагестане теперь функционирует телеграм-бот без ДТП-05 для обратной связи с неравнодушными гражданами, которые отправляют видеозаписи правонарушений, совершенных на дорогах республики. А также 1 марта 2023 года в правилах дорожного движения Российской Федерации будут включены следующие нововведения. Регулирование и использование средств индивидуальной мобильности – это электросамокаты, электроскейборды, гироскутеры, секвеи, моноколеса и иные аналогичные средства – будут относиться к СИМ. В правилах дорожного движения к их использованию применяются следующие требования. В управлении средствами индивидуальной мобильности допускаются лица в возрасте старше 14 лет. То есть это, вы понимаете, да, уже достаточно сознательный возраст. По тротуару пешеходной дорожки управление таким средством индивидуальной мобильности допускается только в случае, если вес средства не превышает 35 килограмм. Кроме того, скорость для лиц, использующих для передвижения этих средств, ограничивается до 25 километров в час. Кроме всего прочего, будут изменения и в части дорожных знаков, разметок направляющих островков и островков безопасности, запрет остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности, дорожные знаки, которые обозначают запрет движения автобусов и зарядку для электромобилей, и зона платной парковки будет обозначаться синими линиями. Осия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, Новости, телеканал Среда.